Она, во-первых, плоская, во-вторых, она выглядит в форме вот таких вот ветвей. Лиля, расскажите, что это за произведение искусства такое? Это действительно неординарная люстра. Она заняла первое место на международной выставке в Милане, Евролучия. Да, она состоит, ветки ее состоят из бронзы, вручную патинированные по золотой и элементы хромирования. Листочки состоят, вот эти листочки, я так понимаю, из венецианского стекла с краплением по золотой, элементами по золотой. Действительно, все это ручная работа, красивая. Но надо сказать, что она очень тяжелая, поэтому поднять мы ее сами, своими силами не сможем. Тут, конечно, редкий случай, но без мужчин нам не обойтись. Вот результат. Необычная форма, интересный цвет. Она так и притягивает взор. Учитывая ее вес, при монтаже лучше воспользоваться помощью специалистов. Мебель есть, люстра есть. А штор нет. А за шторами мы отправимся в студию текстильного дизайна «Гламур». Выбор штор не ограничивается их цветом и дизайном. Все механизмы должны быть удобны, так как их используют постоянно. Вот это наши замечательные шторы. Но мне кажется, что они какой-то очень сложной конструкции. Правда? На самом деле, не такой уж они сложной конструкции. Это современные римские шторы, которые мы как раз хотели использовать в этом интерьере. Вот я заметила. Утяжелитель, правильно? Плюс вот эти вот речки. И на этих речках есть вот такие вот колечки. Вот эти колечки и речки нам зачем? А эти колечки и речки нам за тем, чтобы мы могли повесить замечательную штору на карниз. И она была функциональной. И могла подниматься с помощью вот этого спорчерозерного механизма. И она закладывается в очень красивые, лаконичные, графичные складки. Давайте попробуем их повесить и посмотреть, что же у нас тут получится. Хорошо? Давайте. Вот вам штора. Одна. На каждую. Эти шторы продолжают цветовую гамму комнаты. Темная рамка сочетается с тоном обоев. А более светлая середина с цветом ковролина. А как подходят наши люстры, ковролин и шторы ко всему интерьеру? А сейчас я покажу, как правильно убирать стремление. Мы проверили все механизмы. У нас все замечательно работает. Что это за материал? В этих шторах мы использовали два разных материала, разные по фактуре и разных по визуальному эффекту. Вот этот материал как зовут? Это материал с эффектом льняной фактуры. О, что придает нам живой оттенок нашей комнаты. А вот этот материал? А это у нас тофта с эффектом хамелеона, который добавляет такого легкого роскошства. Из милых безделушек создается атмосфера дома и уют. Так что пренебрегать ими не стоит. Их можно подбирать под общую гамму комнаты или наоборот нанести несколько ярких штрихов. Ведь после их расстановки квартира сразу приобретает жилой вид.